Всем привет! Меня зовут Николай. Сегодняшняя наша тема это использование архитектуры в iOS приложениях Flux архитектуры. Сам я очень люблю программировать, разрабатывать. Постоянно это делаю даже в не рабочее время. У меня есть свои законченные приложения. Если кто-то захочет ознакомиться или посмотреть исходники, там все ссылки будут в описании, если нужны будут примеры кода или еще что-то похожее. Но самое главное, пожалуй, что хотелось бы сразу говорить, то есть это то, что выбор архитектуры очень субъективная тема такая. И любой хороший, в принципе, и более-менее опытный программист сможет с любой архитектурой, наверное, если он понимает, что он делает и как оно должно работать, сможет написать приложение. Во многом это вопрос удобства, наверное, личных предпочтений. Поэтому вот первую часть, где я буду рассказывать о том, почему я, собственно, начал пробовать новую архитектуру, почему мне было некомфортно писать на MVVM, наверное, правильнее будет воспринимать как субъективное мнение, не заостряться на нем очень сильно, потому что если вас устраивает те архитектуры, подходы, которые есть, то это, в принципе, вполне нормально. И цель здесь не рассказать о том, что MVVM не подходит вообще, а в том, что есть какие-то еще варианты реализации приложений. Что именно сейчас используется в основном, что встречается, то есть и что ожидается услышать, допустим, на собеседованиях, когда вас спрашивают. То есть это MVVM и это вариации Viper, например, и CleanSwift. Соответственно, что мне там не понравилось, что мне было неудобно, то есть в чем, как мне казалось, были недостатки этих архитектур. Изначально вообще, как бы, мне было сложно понять, после того, как SwiftUI появился уже, то есть нативным образом появилась возможность связывать представление и логику, то есть нативно в реактивном стиле, то есть не нужны уже были никакие, в принципе, RxSwift или похожие фреймворки, то есть SwiftUI уже сам умеет это делать, то вот эта основная часть или предназначение ViewModel, которое заключалось именно в том, чтобы наладить эти бандинги и связи, оно как бы отпало, и для меня встал вопрос в том, а что же тогда во ViewModel включать, собственно говоря. То есть периодически я как-то приходил к каким-то решениям, но они все время были нестандартными, как-то непостоянными, и даже в рамках одного проекта в разных ViewModel получалось так, что мне казалось, что неконсистентно ViewModel наполняются. И в результате этого получалось так, что в этих ViewModel складывались все время разные какие-то вещи, разный функционал от них зависел. Это было очень неинтуитивно и сложно тестировать, и ввиду их вот этого большого размера, соответственно, очень трудно переиспользовать где-либо какие-то куски. Ну и в принципе, когда очень много дел, то есть когда вы занимаетесь на нескольких проектах, хочется сосредоточиться именно на том, чтобы писать код, то есть именно логику саму. Может быть архитектурно как-то выстраивать систему, а не решать, чем же как бы наполнять именно ViewModel, то есть придумывать это самостоятельно. Ну и в принципе, когда уже становится много лет, количество выборов, которые ты можешь сделать в день, ограничено, и после какого-то интервала уже начинается ступорт. То есть что же, собственно, туда включить в этот ViewModel. Вот. Плюс очень сложно бывает новому разработчику или стороннему разработчику понять, что же этот ViewModel выполняет, когда в нем очень много всего складывается, очень много в него напихано, то есть не видно, не получается, ну у меня не получалось сделать так, чтобы была какая-то закономерность, вот поэтому ViewModel получались разные и непонятные. Ну и один из тоже основных моментов, то есть раньше ViewModel еще мог хорошо служить тем, что мы с помощью него точно отсекали от себя вот этот язык лейаутов, то есть ксибы или еще какие-то вещи, ну то есть UI, все фреймворки должны были остаться точно за пределами вот этого ViewModel. Вот. Поскольку теперь это не так, то есть, в принципе, ну опять же, надобность именно вот в этом слое ViewModel для меня, в принципе, ну как бы она стала под вопросом. Вот. Ну и плюс, когда я готовился, например, к докладу, тоже это, конечно, русская Википедия, это не источник стопроцентных знаний, но тем не менее, там, например, уже тоже, если погуглить, то есть ссылка здесь вот есть в заголовке, что такое MVVM, то есть в реализациях видно, что на Swift уже как бы SwiftUI считается реализацией MVVM. В результате может получиться так, что если вы SwiftUI прикручиваете MVVM, то вы, если перевести, реализуете MVVM на уже MVVM, как бы, это автология, но тем не менее, как бы, ну зачем так делать? Плюс по опыту, например, тех платформ, например, Flutter или, ну там, в JS, например, то есть там, где декларативный UI уже пришел, например, там нет MVVM, то есть на Flutter никогда его не было, и даже он даже близко там не появлялся, то есть там State Management выполняется другими функциями, другими подходами. Вот поэтому это тоже навело меня на мысль о том, что, наверное, то есть все-таки эти архитектуры, этот подход был валиден и хорош, когда у нас вот был императивный UI, то есть со своими фреймворками. Сейчас, возможно, есть смысл попробовать что-то другое, то есть более подходящее уже к декларативному интерфейсу. Вот. Что же такое Flux в общем? То есть Flux – это архитектурный паттерн, есть разные его реализации, соответственно, одна из самых, наверное, таких популярных – это Redux реализация, то есть в чем он заключается? У нас появляется, то есть несколько, четыре основных составляющих. То есть View – это, собственно, наше представление, то есть отображение пользовательского интерфейса. Actions – это какое-то множество действий, которые можно отправить для того, чтобы что-то изменить в состоянии нашего приложения. То есть Dispatcher или в некоторых архитектурах его еще называют Reduxer – это тот класс или тот объект, который знает, как из экшена, как, получив экшен, преобразовать состояние, старое состояние в новое. Вот. Ну, а Store – это, собственно, то место, где это состояние или несколько состояний хранится. Вот. Если посмотреть, ну, на схеме, то есть как это будет примерно выглядеть, то вот такая вот простая замкнутая штука. То есть View у нас что-то хочет изменить, отправляет экшен, это действие попадает в Dispatcher, он каким-то образом меняет текущее состояние, и Store извещает View о том, что состояние изменилось. То есть такой вот однонаправленный поток данных, то, к чему как бы очень часто стремятся. В случае, если действие требует какого-то отложенного, как бы отложенной реакции, то есть какую-то асинхронную операцию надо выполнить, в таком случае результатом действия является так называемый эффект, ну, который при выполнении вот этого асинхронного действия нашего, он потом как бы возвращается в Dispatcher снова. То есть будет вот так примерно. То есть экшен прилетает в Dispatcher, диспетчер инициализирует какое-то асинхронное действие, которое, когда отработает, как бы оно вернется в Dispatcher тоже в виде экшена очередного уже. То есть и там снова будет изменение его состояния уже. Но там на примерных, на конкретных примерах будет чуть теснее уже. Вот. Как это все переносится именно в Swift? То есть чем вот эти вот представители, чем вот эти пункты являются именно уже прям в языке? То есть View это, в нашем случае это SwiftUI, Views, ну или ViewController, например, если вы по какой-то причине еще пишете на ее ките, например. Вот. Соответственно, экшен – это обычно Enum, то есть это множество тех действий, которые можно отправлять. Диспетчер – это класс, но по большому счету, единственное его, то есть когда мы создаем диспетчер, единственным его параметром, самым важным является функция, в которой есть чаще всего большой свитч, и он обрабатывает все вот эти возможные варианты из Enuma экшенов. Ну а Store – это контейнер, это тоже чаще всего просто структура, в которой лежат наши состояния. Вот. И когда у нас диспетчер изменяет в Store состояние, соответственно, Store уже там с помощью своих каких-то механизмов оповещает Vue о том, что состояние изменилось, и надо там перерисоваться или что-то сделать с собой в Vue. Есть, то есть в интернете есть много реализаций, флаг с подхода, то есть на свифте уже, есть ResWift, Katana Swift, ReactorKit. Вот. В том числе, то есть, но первые три вот эти пункта, тоже ссылка на них будет в конце, если интересно посмотреть. Они работают именно с UIKit-фреймворком. Можно написать, в принципе, самому, то есть реализацию флагспаттерна. И у нас на одном из проектов, именно в компании, у нас как бы ребята, то есть разработчики, сделали для своего проекта реализацию. Но мы бы ее рассмотрели, но там именно ограничения проекта не позволяют это сделать. Вот. Четвертый пункт, это Composable Architecture. Это как раз фреймворк, который реализует флагспаттерн, но при этом он как раз заточен именно под SwiftUI. И именно его я выбрал для реализации своего проекта, именно потому что он под SwiftUI как раз заточен. Вот именно на примере этого фреймворка мы посмотрим, как можно на свифте в проекте сделать флагс-архитектуру, как она должна, в принципе, работать. Ну, как я вижу, она должна работать. Вот. Соответственно, Composable Architecture, да. Реализация флагспаттерна именно для SwiftUI подхода, ну, для SwiftUI фреймворка. То есть, но там перед тем, как перейти непосредственно к коду, то есть там будут картинки разные, экранчики, то есть, чтобы было примерно понятно, как бы, о чем это все. То есть, проект является, ну, задумка проекта для того, чтобы пользователь мог сканировать, скажем, либо с чека QR-код, когда он покупает продукты, либо руками добавлять в телефон, в базу данных, продукты какие-то, которые у него есть. То есть, либо сканируя с чека QR-код, либо руками. Эти продукты добавляются в базу данных, потом по нажатию на кнопки, в зависимости от того, какие продукты пользователь есть, соответственно, приложение показывает рецепты, которые из них можно приготовить. Это очень давняя идея. Я ее уже не раз встречал, то тут, то там, то еще где-нибудь. То есть, она вообще-то в мире уже давно не новая, то есть, но вот я давно хотел ее сделать, поэтому начали ее реализовывать. Вот. То есть, мы пишем, это делаем на всю логику на Kotlin Multiplatform, стараемся, соответственно, два приложения. Одно на SwiftUI, это iOS, и на Compose Android. Вот. Теперь непосредственно к тому, как флаг с архитектура выглядит именно в Composable Architecture представлений. То есть, у нас вся та же схема, такая же. То есть, также у нас будет Views, у нас будет Action, это Enuma, Dispatcher. Здесь в этом фрейворке Dispatcher тоже называются редюсеры. Соответственно, здесь BootStore, и единственный как бы блок, который здесь более-менее еще как бы появляется, это вот этот зелененький Environment внизу. это, ну, та структура, тот класс или тот объект, который нужен редюсеру, и в котором содержится доступ к сервисам, внешним каким-то сервисам, которые нужны для того, чтобы изменять состояние. То есть, там хранится обычно сетевой слой, там хранится обычно, если нужно, слой к доступу к локальному хранилищу. То есть, это то окружение, которое нужно диспетчеру, чтобы изменять состояние. Вот. Собственно, как выглядит вот это создание Stora. То есть, это Generic класс, в котором мы указываем, что у нас будет в виде стейта, то есть, это наша структура. Указываем, что за Enuma будет у нас в виде Action. И потом непосредственно уже задаем начальное состояние, передаем Environment. А вот Reducer, это то, про что я говорил. То есть, для того, чтобы его создать, надо указать, какой он будет использовать State, Action, и какой класс окружения ему нужен. Но, по большому счету, в качестве параметра передается просто функция, которая внутри себя будет изменять состояние. Причем State здесь это InOut параметр, то есть, при изменении стейта внутри Closure, он изменится и в том месте, где он находится. Соответственно, вот если у нас есть вот такой экран, например, то есть, при появлении нам нужно, например, обновить список товаров. Что мы делаем? Мы обращаемся к нашему хранилищу и с помощью функции Send отправляем какое-то действие. Как работает диспетчер, то есть, получив вот это действие? Диспетчер всегда возвращает нам эффект какой-то. То есть, независимо от того, асинхронная операция, ну, асинхронная операция, все завершилось или нет, то есть, всегда в качестве результата действия диспетчера возвращается эффект. Эффект – это некоторый observable, то есть, какая-то сущность, которая через какое-то время возвращает результат. В случае, если вам, допустим, не нужно какое-то отложенное действие, то есть, если у вас диспетчер в результате, в реакции на действие изменяет состояние так, что никакой асинхронщины нет, то он просто возвращает там пустой эффект, который сразу срабатывает. Соответственно, поскольку это простой observable, то можно не обязательно использовать именно эффекты, то есть, композабл архитектуры класса. Можно, в принципе, работать с комбайнами, если вам так привычнее, или какие-то из ваших классов, уже написанных, заточены под комбайн. Мы там посмотрим, как можно именно комбайновские методы использовать. То есть, что делает редюсер? Вот он получает кусочек AD функции case, он получает getAllProducts действия, он сразу ставит флаг у стейта, что мы загружаемся, это спровоцирует появление вот этого, допустим, элемента загрузки. Вот, а возвращается у нас task. task, это как раз что-то похожее на, то есть, крутинскоп в андроиде, то есть, это какая-то среда, которая позволяет нам вызывать асинхронные функции, то есть, await. Вот. И в результате, то есть, когда у нас наша вот эта функция getAllProducts отработает, то есть, асинхронная, она вернется как результат вот этого task result, вот, который будет параметром у действия getAllProductsResult. Вот. И именно этот экшен потом прилетит обратно в редюсер, то есть, тут строчками ниже видно, то есть, или это будет getAllProducts с successful result, либо с failure. Вот. Независимо от того, был это успешный или нет, результат мы убираем этот загрузчик. Если был успешный результат, то присваиваем в StateProducts наши полученные продукты. Вот это, то есть, вот здесь return task и использование async await, это вот то, как можно работать с эффектами. То есть, task это возвращает эффект observable, который сработает, выстрелит, когда наш вот этот await действие закончится. Если делать с комбайном, то можно делать вот так. Вы, как обычно, делаете свой вот этот observable, то есть, subject, обрабатываете. В конце все, что вам нужно сделать, это вызвать просто erase to effect, функцию, которая сконвертирует ваш subject именно в эффект. А так, в принципе, на выходе вы получите все то же самое. То есть, у вас будет либо loaded действие, либо failed действие в случае ошибки. Тоже вот, как здесь видно. вот, ну и, соответственно, как обрабатывается это действие. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Здесь у нас есть view store, он ссылается на свойства этого store products, и, соответственно, это массив, и он, как бы, обходя этот массив, отрисовывает нам уже наши вот эти списки продуктов. Вот. Это такой самый простой базовый, базовая вещь. То есть, создаем store. Внутри view, когда нам надо, например, в этот store отправляем action, редюсер как-то этот action обрабатывает, соответственно, и при изменении состояния у нас view меняется. эти store можно тестировать. То есть, в Composable Architecture есть специальный класс, называется test store. Вот. Он работает примерно так же, как и обычный хранилище. То есть, мы туда тоже можем передать state, причем state можем передать любой сюда. То есть, мы можем подобрать любое состояние хранилища, которое хотим протестировать. То есть, это не обязательно будет начальное. Передаем туда редюсер и какое-то тестовое окружение. То есть, поскольку нам там не нужны продовские вот эти, сетевой слой и все остальное. Единственное отличие в том, что у этого store есть методы, например, receive, для того, чтобы ожидать получения какого-то определенного action или эффекта. Вот. То есть, мы в тесте говорим, какой action с каким параметром мы ждем, то есть, какой мы должны получить. И в Closure в конце мы указываем, как при получении этого эффекта должно измениться состояние. И, соответственно, уже у нас в зависимости от того, state, который получится на выходе этого Closure, он совпадет с тем, что будет в test state после того, как редюсер отработает или нет. Будет зависеть, как бы у нас пройдет тест или нет. то есть, таким образом мы можем создавать test storage в начальное состояние подавать любое состояние, которое нам нужно для тестов, соответственно, отправлять нужные action и проверять, что у нас исходный state после того, как мы получили определенное действие или эффект, изменился так, как мы этого ожидаем. И, в принципе, то есть, как вот первая версия и реализация всего этого хозяйства у меня выглядела, то есть, у меня был dependency injection фреймворк, там, сервис-локатор, который для каждого экрана создавал свой storage со своим редюсером, с state-ом environment-ом, и они как бы управляли отображением экрана, соответственно. Вот. И когда я построил вот эту первую версию такого проекта, я, в принципе, уже успокоился и почти расслабился. То есть, однако, потом я пообщался с веб-разработчиками, в принципе, почитал еще побольше по флагу с архитектурой и понял, что на самом деле путь только начинается. Потому что там на самом деле предполагалось, что storage вообще-то должен быть один, например. И в этом storage должны храниться стейты, и они уже должны как-то нарезаться на эти отдельные экраны. Вот. Я долго ковырялся, копался в том, как это можно сделать в этом фреймворке. То есть, уже в какой-то момент даже отчаялся, подумал, что не могу найти. Но оказалось, что сделать так можно было и нужно было на самом деле. Как это реализуется? То есть, вы для каждого экрана, ну, или как бы для каждого выделять какие-то состояния, они не обязательно будут соответствовать одному экрану. Вот. То есть, state, набор экшенов и редюсер какой-то. И у вас есть ваш глобальный вот этот state. Соответственно, в глобальный state вы в виде property заносите все экземпляры стейтов, которые у вас могут быть в приложении для всех экранов. Вот. в энум родительского самого экшена вы тоже заводите все экшены вот эти энумы, которые есть в product list action. Это то есть энум апэкшена, который будет принимать в качестве параметра именно действия вот этого экрана. Вот. То есть, просто, ну, все нужные стейты и экшены вот таким образом заносите. Единственная сложность чуть-чуть будет с редюсерами. Для того, чтобы ну, как бы все это сделать, вам редюсеры нужно скомбинировать. То есть, опять же, ну, кто с комбайном работал, я думаю, вам не так сложно будет это понять. Вот. Единственный нюанс в том, что вот вы, когда делаете комбайн, то есть, вы передаете редюсер, который вы сделали, но указываете здесь, как сказать, вы указываете на какое свойство из родительского стейта, с каким свойством родительского стейта будет работать вот этот именно редюсер. То есть, вот этот продукт list state это property вот этого нашего аппстейта. Вот. И указываете, с каким типом экшенов он будет работать. Конструируете для него тоже environment здесь именно вот все. И у вас как бы аппредюсер, то есть, глобальный редюсер, это получается комбинация этих редюсеров. Здесь важен порядок, потому что все эффекты будут как раз идти сверху вниз, то есть, первыми будут получать эти эффекты те, кто находится в первой списке. И тогда, то есть, таким образом, вот если когда у нас есть, например, основной tab view, этот самый главный экран, вот для него мы создаем вот этот глобальный store, например, как было изначально нарисовано, то есть, глобальный аппстейт, аппредюсер и аппенвиромент. А для табов, которые внутри этого экрана находятся, то есть, вот эти вкладки, мы уже store не создаем, мы как бы делаем scope, то есть, отрезаем какой-то кусочек от store и указываем, какое свойство, то есть, что мы хотим создать дочерний как бы store от текущего и в качестве стейта для этого дочернего store мы хотим использовать одно свойство из родительского стейта и на какие экшены этот store, ну, какие экшены этот store будет внутри себя понимать. И таким образом мы можем создавать вот эти дочерние экраны, указывая им, передавая им store вот эти, указывая им в качестве состояния именно вот те свойства, те части родительского состояния, которые нужны именно для этих экранов. То есть, не надо плодить отдельный storage для каждого экрана отдельно. Вернее, оно так и получается здесь, но только они у вас все, как бы, все эти свойства, они в одном месте лежат. Вот, и как бы особенность или прелесть вот этого подхода в том, что вот эта вложенность, она не обязательно должна быть только на одном уровне. То есть, у вас вложенные вот эти стейты, то есть, которые products list state, например, он тоже внутри себя может содержать другой какой-то state, например, какого-нибудь модального окошка, которое здесь поверх должно появляться. вот, и при нажатии на кнопочку вот здесь плюс, то есть, на добавление продукта, например, вы просто этот nullable state, вы присваиваете ему начальное значение. А в вашем view, вот здесь у вас там есть специальный E-flat store, этот оператор, который отрабатывает вот этот closure внизу, вот здесь, только если ему удастся вот этот сторож создать, а он его пытается создать из nullable вот этого state, и поэтому ему это удастся, только когда вы в редюсере именно state присвоите этому property, вот этому. То есть, только когда вы сделаете вот это действие, у вас получается вот это условие выполнится, и появится собственно экран вот этот модальный. То есть, тем самым, когда вам нужно этот экран убрать, вы собственно этот state зануляете, и он у вас с экрана пропадает. То есть, для того, чтобы вот так выполнять такую навигацию между диалоговыми окнами, это можно просто на уровне как бы зануления стоит или нет. в итоге что получается? В принципе, мне даже, ну, как бы, мне проще понимать, что куда надо добавлять. То есть, для меня, у меня не возникает вопросов о том, что нужно в редюсер, что нужно в environment, что в state, и что в action. Возможно, иногда будут вопросы с тем, как правильно скомбинировать или выстроить вот эту иерархию, вот, но как бы это уже архитектурный вопрос и как бы вот именно над ним подумать всегда нужно. То есть, как вот эту связь правильно построить, вложенность, вот, а не думать над тем, что же тебе, собственно, в эти в классы напихать. Тестировать проще, то есть, и store с нужным состоянием создавать. То есть, если вам надо тестировать store не с нуля, вы можете сразу initial state передать уже какой-то нужный, то есть, структуру с нужными параметрами. Вот, ну, идея попробовать один в сторону все приложения, это уже как бы сейчас в процессе. Вот. Соответственно, у меня все. Если кому-то будет интересно пообщаться, то есть, можно будет пообщаться в чате, но если там мы не успеем, потому что что-то недообсудим, можно вот связаться со мной, то есть, по Telegram, ВК или посмотреть исходники, там, примеры в GitHub. Здесь ссылки будут на статьи, а также ссылки на те фреймворки, которые я упоминал уже. Вот у меня все. вот у меня все. Вот у меня все. Продолжение следует...